Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 31 июля. Память святого праведного Евдокима. Святой праведный Евдоким был родом из Каппадокии. Сын Богочестивых родителей Василия и Евдокима. Царствования Феофила, 829-842 годы. Он служил в войске и отличался добродетельной жизнью, усердно соблюдая все заповеди Божии и пребывая в посте и воздержании, а также в молитве и сокрушении о грехах. Прилежен занимаясь чтением и изучением божественных книг, он оказывал щедрую милостыню нищим, убогим, сиротам и вдовицам. Благодетельствовал церквам и монастырям и, являя всем обильной милостью, соблюдал свою девственную чистоту беспорочно. Он настолько был целомудрен, что никогда не позволял себе ни беседовать с женщинами, ни смотреть на них. Даже не допускал к себе женщин, кроме своей матери, которую одну с сыном не почитал и с которой беседовал. Во всяких разговорах соблюдал себя от празднословия и пустословия, предпочитая молчание многословию. Устранялся от тех, кто любит говорить без дела и глупости. Лжи, клеветы и всякого осуждения не то, что говорить, но даже не желал услышать, украшая свою душу всякими добродетелями. Среди толков, смятений и суеты мирской на него можно было смотреть, как на лилию среди терновника или золота в огне, нисколько не поврежденного мирскими соблазнами и страстными влечениями. За свои добродетели он был любим и уважаем всеми, известен и царю, который поставил его начальником Каппадокийского полка и послал в страну Харсианскую для управления народом. Пользуясь властью, он вел управление с добротой и полной справедливостью, так что в своей жизни был праведен и перед Богом, и перед людьми. О тайных же его добродетельных подвигах никто не может ни знать, ни сказать, кроме всеведущего Бога, испытывающего сердца и помышления наши, которому этот блаженный и праведный муж поработал всем сердцем своим и душою. И вполне угодивший ему, с миром приставился в молодых летах. Он имел только 33 года от рождения. На нем исполнилось Писание. С кончалом Маля исполнил лета долгие, угодное Богу Господу душа его. «Хотя он не дождался старческих седин, но совершенством добродетельной жизни превзошел многих старцев, ибо богоугодное старости числом лет измеряется. Богоугодной сединой служит мудрость, и старым возрастом чистая жизнь добродетельного мужа. И если кто достигнет такого возраста, то ему нет необходимости долгие лета пребывать в суетном и ничтожном мире, и он желает разрешиться и быть со Христом. Достигнув такого возраста, святой Евдоким скончался, хотя и был молод летами. Он угодил Богу, и Бог возлюбил его, поэтому он взят был из среды грешников и восхищен, чтобы злоба не извратила его разума и лесть не соблазнила его души. Как произошла его кончина, об этом сообщили присутствующие при ней. Когда он, лежа на одре болезни, приблизился к смертному часу, посозвал своих домашних и завещал им склятвы, чтобы они под шестью души его не осматривали, не омывали его тело, и похоронили в той же одежде и тех сапогах, какие были на нем, и так положили бы его во гроб. Потом, приказавшись всем выйти и затворить дверь, он совершил молитву, которую слышали некоторые через дверь. В молитве он просил, чтобы кончина ему никому не была видима, как и жизнь его, заключавшая в себе тайные подвиги, не была кому-либо известна. Возблагодарив Бога за все, он, наконец, произнес «В руки твоей, Господи, предаю дух мой!» И вышел из тела и отошел к Господу. Домашние погребли его так, как он завещевал им. Господь, желая прославить своего угодника и показать по его кончине, какой святости была жизнь его, дал ему прославленным мощам его чудесную благодать, по которой от них получались исцеления всяких болезней. Прежде всего, некий муж по имени Илья, имеющий в себе нечистого духа и сильно от него страдающий, немного времени спустя, после представления погребения святого Изокима, гонимый и мучимый бесом, пришел к гробу праведника. Как только ноги его коснулись гроба, тотчас, как будто опаленный огнем, нечистый дух громко вскрикнул, бросивший человека на гроб, вышел из него и бежал, гонимый молитвами праведника. Люди, увидевши это, начали приводить и приносить своих больных и класть их на гроб, и все получали скорое исцеление. За это святого Изокима почтили тем, что сделали надгробную сень и зажгли лампаду. Слава о чудесах его распространилась повсюду, и многие стали стекаться к нему, одержимые разными болезнями, получали исцеление, то через помазание елеем из лампады, то через приложение к больным местам земли, взятая от гроба. Одна женщина принесла свое дитя, имевшее расслабленные руки, неподвижные, как будто мертвые. Как только она помазала елеем из лампады святого руки своего дитяти, и вся же оно исцелилось и начало исправно действовать руками своими. Подобно этому был принесен другой отрок, расслабленный ногами, так что он не был в состоянии ни ходить, ни стоять. Когда омертвевшие ноги его помазали тем же елеем из лампады, тотчас отрок выздоровел и начал ходить и скакать, хваля Бога. А одна женщина, имевшая на своем теле мучительный недуг, Веред, пришла и, взявшись земли от гроба святого, смешала его с водой, а лучше сказать, со слезами, и приложила к Вереду, как исцелительный пластырь. И в тот же день совершенно исцелилась. Слава о чудесах святого Евдокима дошла и до царьграда, где еще жили его родители, переселившиеся сюда из Каппадокии. Мать его из Византии пришла в Харсианскую страну, и увидевший гроб сына и большое при нем собрание народа, стекающегося для получения исцеления, припала к гробу и, обнимая его со слезами, говорила, «О, мое дорогое чадо, светочей моих, откуда тебе эта великая чудодейственная сила? Откуда такая целительная благодать? Воистину, это тебе дано от Бога за твои тайные добродетельные труды, которыми ты угодил своему владыке. «Блаженно я среди матерей, исподобившись быть родительницей такого сына, и уже не рыдание совершаю по тебе, как по умершему сыну, а приношу духовные песнопения, как другу Божию, живущему с Богом». Произнесшие другие слова с радостными слезами, мать приказала снять камень, откопать землю и открыть раку. Когда было это сделано, то увидели тело святого, ничуть не слевшее, лицо светлое, как живое, и устал в своей естественной красоте. Хотя святой был уже в земле восемнадцать месяцев, однако нисколько не изменился, был как живой, только уснувший. Великое благоухание исходило от него, и вынесли раку с мощами из земли наверх. Когда мать пожелала облечь сына в новой одежде, случилось тут быть одному пришельцу-монаху по имени Иосифу, мужу добродетельному в сане присвидетера. Он поднял из раки тело святого, как живое, его руки и ноги свободно сгибались. Инок снял с тела святого прежние одежды и с ног сапоги без всякого труда, ибо сами руки поддавались раздеванию и ноги разутью. Облегший тело в новую одежду, опять благочинно положил его в раку. Мать пожелала взять и отнести с собой в Византию чудотворное тело своего возлюбленного сына. — Звезда эта, — говорила она, — восстияла из моей утробы, пусть же возвратится ко мне в дом мой. Но жители той страны собрались и не дали ей тело, говоря так. Хотя звезда эта взошла из твоей утробы, но у нас совершился заход ее, и снова яснее она восстияла чудесами. — Хотя от тебя возросла эта добрая лоза, но у нас принесла сладкие плоды целебной благодати. Если бы Бог желал чудесным мощам угодника быть в другом месте, то он разве не мог бы живым возвратиться туда, откуда он пришел к нам? — О, добрая мать, не противься судьбам Божьим и не завидуй нам в нашем даре. Достаточно тебе той славы, что ты родила такого святого. На такие слова мать замолчала и, провывши несколько дней, при гробе сына попрощалась со всеми и возвратилась домой. Вышел помянутый иеромонах Иосиф, сделался блестителем мощей святого угодника и некоторое время прибыл при нем. Но потом, на шедше удобное время, тайно ночью взял мощи праведника и ушел с ним в Царьград. И во время пути совершались чудеса. Как украденная мира, хотя и скрываемая, не может быть утаена по причине сильного благоухания, так и мощи святого Евдокима, тайно взятые не могли быть скрыты по причине исходящей от них благодати и исцеления. Если в пути, где встречался больной, он получал исцеление. Одна бесноватая женщина приблизилась к прославленной Араке и возопил в небес, обличая несомого праведника и говоря на него «Хулы!», но тотчас пораженный невидимой силой бросил женщину и убежал от нее. Игумение Монтинийского монастыря имело болезнь и большую язву в таком тайном месте тела. Она никак не могла от нее излетиться и сильно страдала. Встретивши мощи святого, она коснулась в честной Араке, приложилась к телу святого и шепотом сказала ему, как живому, о своем недуге. И тотчас получила исцеление. Иосиф донес честные мощи святого Евдокима до Византии и отдал их родителям. Те невыразимо обрадовались. И не только они, но и весь город очень радовался принесению к ним чудотворных мощей. Родители честную Араку своего святого сына вскоре оковали серебром и положили ее в построенной иниже церкви Пресвятой Богородицы. Славя и благодаря прославляемого в Троице Бога, Отца и Сына и Святого Духа, Которому и от нас добудет слава, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин